Итак, что значит эта конвертация DSD в PCM внутри плеера для пользователя? В реальном времени значит, что для того, чтобы успевать конвертировать и не прерывать воспроизведение, аудиоплееру приходится идти на компромиссы. Или без компромиссов по качеству обработки можно попытаться сделать систему с плеером. Вычислительные ресурсы такой системы должны быть огромны. Много мощных ядер, память, сопроцессоры, GPU, раскаленное железо и вой вентиляторов, пытающихся усмирить этот жар. И все это ради простого ресэмплинга? Это только непосвященным кажется, что ресэмплинг простая операция. Популярное заблуждение. Итак, сам алгоритм конвертации должен работать с таким качеством, чтобы успеть обработать поток данных. То есть аудиоплееры не могут жертвовать скоростью? Именно. Это как если бы вы пытались перевести толстенную книгу, быстро диктуя переводчику с ходу, без пауз. Он сможет перевести, но часть смыслов может быть пропущена, чтобы просто не сбиваться с ритма. В случае с аудиоплеерами это приводит к тому, что на выходе мы получаем преобразованную версию DSD с качеством, определяемым доступной скоростью обработки. Чтобы избежать непонимания, отметим такую деталь. Не обязательно, что качество алгоритма само автоматически адаптируется к доступным ресурсам. Плееры могут давать ручной выбор между алгоритмами. А вот потянет ли их ваше железо – не факт. Стоит ожидать, что алгоритмы, встроенные в плееры, рассчитаны на некое усредненное железо и есть некие оптимизации под определенные типы вычислительных аппаратных функций. Но выше головы все равно не прыгнешь. Да, и следует помнить, что разные плееры могут отличаться по качеству преобразования. Здесь нет стандартов и единого алгоритма. Продолжение следует...